В первую очередь, я предлагаю свой поклонник Нитерева Правишта Мушну Паде, что Тараша Таши Шиман Бактавиданта, вам много своими наворачиваниями Папада Паде. И также моему дорогому Шикша Гуру Саньяса Гуру Нитерева Правишта Мушну Паде, что Тараша Таши Шиман Бактавиданта, Шия Наранга, с вами Махарад. Таким же образом, я предлагаю свой поклонник Нитерева Правишта Мушну Паде, а Тараша Таши Шиман Бактавиданта, Шия Наранга, с вами Махараджа. Пропаджа Чаран Шила Бактавиданта Прамачандра Прабху Прапуджа Чаран Гакалачандра Прабху. И также всем ващнам и ващнам, собравшимся здесь, всем матерям, преданным, которые погружены в настроение Шичайтань Мухапрабху, которые обладают жаждой слушать Харикатху, я предлагаю свой поклонник всем преданным. Пожалуйста, примите Майдандаватта Пранаму. Сегодня? Второй день Шриман Бхагават Катхи. И тот, кто организовал эту Бхагават Катху. В особенности это Шипат Венот Прабху Прабху и Пуджа Диди, его супруга. И также их родственники. Пожалуйста, поаплодируйте этим людям, кто организовал Бхагават Катху. Потому что Харикатха, она зависит от тех, кто организует, кто ее организует. Поэтому мы очень благодарны тем, кто организовал Катху, те, кто слушает Катху, те, кто рассказывает Бхагават Катху. Я предлагаю всем вам свои поклоны. Иногда в Харикатхе могут проходить какие-то ошибки, какие-то недостатки, организации, еще что-то. Потому что в этом материальном мире нет ничего совершенного. Он неполноценный. Из-за того, что этот мир неполноценный, повсюду будут какие-то недостатки. Трансцендентный мир, он Пурна Дхам. Он полноценный, полноценный, полный, который находится за пределами Майи. Майи Аттитти Дхам. Сам Господь Шихари и Его обитель, они находятся за пределами Майи. Майи Аттитти Дхам. Майи Аттитти Дхам. В Духовном мире нет Майи, нет ее влияния. Этот мир называется как Дайк, Майк, Дхам. Но трансцендентный мир. Апракрита Галлока Дхама. Ее называют Чит Дхам. Трансцендентное обитель. Духовный мир. Его также называют Чит Джагат или Чит Дхам. Где в своем Бхагаван он всегда присутствует в своей вечной форме. И совершает свои нити-лилы, вечные игры. И наслаждается расой. И так же он проявил в этом материальном мире свою лилу с помощью йога Майи. Для того, чтобы дать милость своим предам. Он приходит из нити Галлока Дхамы на эту землю и проявляет здесь свои лилы. Он проявляет свои лилы, подобные человеческим. Лакават лилы, подобные человеку. И если кто-то с верой будет слушать эту Катху, будет прославлять ее и памятовать, служить, тогда такая Личность напрямую достигнет обители Господа. Это значит, что человек, он освободится из этого материального мира и достигнет обители Бога. И вчера я уже начала рассказывать вам о Бхагавате в Катхе. Бхагават является напрямую самим Господом. Бхагавата, как мост, который помогает живым существам пересечь океан материальных страданий. Господь, который цвет тела, как у тамалового дерева, он проявляется в форме Бхагаватом. И в Духовном мире есть мост. Как с вами Бхагаван Рамачандра, для того, чтобы отправиться в Ланку, он построил мост с помощью обезьян. И таким же образом, этот материальный мир называют Майка Сансара. Материальный мир полный страданий. И мы здесь, в этом материальном мире. Для того, чтобы оставить этот мир и достигнуть Духовного мира, необходимый мост. И что это за мост? Этот мост — это Шримад Бхагават. Если кто-то примет прибежище и воспользуется этим мостом, тогда он очень быстро достигнет духовного обительства. Он является лучшим другом всех живых существ. Так же, как друг помогает своему другу, таким же образом своим Бхагаватам. Являясь лучшим другом всех живых существ, для того, чтобы освободить их, он проявляет Шримад Бхагаватам. Если вы примете прибежище в Бхагаватам, тогда вы сможете достигнуть обители Бога. В особенности в эту кальюгу. Что мы можем делать здесь? Какую садану и бажану можем делать? Высадить, повторять святое имя. И о чем вы думаете? О различных материальных вещах. Кто не думает о материальном? Поднимите руку, повторяя святое имя. Кто не думает о материальных вещах? Скажите мне, кто из вас не думает о материальных вещах, когда вы повторяете святое имя? Кто? Никто. Материальные вещи. Они полностью захватили наш ум. Гакал Чандр праву говорит, Махарадж, я не думаю о материальных вещах. Аккуратно. Он расик предан. Поэтому, конечно, для него это возможно. Он думает только о господи. Необходимо слышать бхагаватам. Шимат бхагаватам состоит из 12 песней. Аккуратно. 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 Бхагаватам. Бхагаватам является вкуснейшим, спелым фруктом, без кожи и косточки. Только один сок. Нектар. Это сладостный плод. И когда он созревает, тогда его надкусывает попугайчик. И когда фрукт созревает настолько, что он буквально уже падает на землю, в этот момент подлетает попугайчик и как будто бы даже целует. Он практически немножечко надкусывает его. И после этого фрукт, когда он падает, вы можете почувствовать, насколько он вкусный. Ни гамма-калпатарор. Настолько вкусный плод, спелый фрукт, а настолько красивый и ароматный. И Шукха, то есть сам Шукхадева Госвами. И Шимат Бхагаватам проявил именно Шукхадева Госвами, он проповедовал ее в этом материальном мире. Он повествует ее на этой земле. И Шукхадева Госвами падает все для того, чтобы прославить Шимат Бхагаватам. В то время слушателем был Паришит Махарадж и великие Риши. И так же Бхагаватам тоже присутствовал там. И все великие ученые. Так же были там. Аттайс? 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 Это профессиональную личность. Он является попугайчиком Шиматирадики. Ее собственным попугайчиком. И Шимати Радика, она сама дает ему мантры. В разъединенном мире, Абракат Галукавриндавана, и Шимати Радика, она сама на Варшане. Кормит ярко-красными зернами граната этого попугайчика. И что она поет? Хорошо. Маленькая пометочка. Абракат Галукавриндавана. Дедушку Шикадо Агасаны звали Параширом. Это, получается, отец Весады. Абракат Галукавриндавана. Абракат Галукавриндавана. Абракат Галукавриндавана. Абракат Галукавриндавана. Абракат Галукавринда. и она говорила, повторяя имя на Кришну, она обращалась к попугайчику. И еще когда его Госвами Паттам также рассказывает историю своей предыдущей жизни, это также описано в Пуранах, как попугайчик. Он маленький, очень беспокойный, и он прилетел из Варшаны в Нандагаон, где Кришна играл со своими друзьями. И попугайчик сел на Тамаловое дерево, и голосом Шимати Радики, он начал повторять, Кришна, 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 Кришна. И Кришна услышал голос и сказал, «А где же Шимати Радика?» И тогда Кришна увидел, что на макушке Тамалового дерева сидел маленький попугайчик. И тогда Кришна он споймал этого попугайчика. И он сказал, «Хей, попугайчик, не надо повторять мое имя, ты должен повторять имя Рады». «Хей, попугайчик, не надо повторять, кришна, 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 кришна» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И в этот момент пришла Чимоди Радика. И она сказала, Кришна, этот попугайчик мой, отдай мне его обратно. И Кришна сказал, попугай летает где хотят, они не прижат ни тебе, ни мне, а если он пролетел ко мне, значит он мой. И тогда они начали свои любовные споры. Тогда Чимоди Радика, она пожаловалась маме Йошоде. Она пришла к ней, начала жаловаться на Кришну. И тогда мама Йошода, она пришла, схватила за руку Кришну и забрала попугайчиков. И отдала Чимоди Радике. Мама еще рассказала, Гопал, твой отец, Ланда Махараш, он ждет тебя, чтобы ты принял Прасад. Без тебя он не начнет есть. Поэтому пойдем, примем Прасад. И после этого Чимоди Радика, она вернулась с попугайчиком на Варшану. Попугайчик теперь уже пел имя Нарадхи. А Шимоди Радика сказала, Эй, не надо повторять мое имя, повторяй имя Кришны. И теперь попугайчик. Не знал, что ему делать. Какое имя мне повторять, а какое имя имя не нужно повторять. Я подумала, Шимоди Радика моя Дикша Гуру, потому что она первая дала мне мантры. Шимоди Радика дала ему Кришна мантру. А после Кришна, он дал мне Радха мантру. И так я получил две мантры, Кришна мантру и Радха мантру. И так, у меня теперь есть Дикша Гуру и Шикша Гуру. Кто был его Дикша Гуру? Радха Рани и Джа. А Шикша Гуру кто был? Кришна. Наши ачария не объясняет, что нет разницы между Дикша и Шикша Гуру. И тогда он подумал. Тогда я буду повторять оба имя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На экране написано махамантра на хинди. Первое имя в махамантре это имя Шимати Радики. После этого мы повторяем имя Кришна. Одно из имя Радики это Хара. Хара значит тот, кто захватил, своровал ум Кришны. Поэтому ее называют Хара. Шимати Радика своими прекрасными качествами и красотой она полностью своровала ум Кришны, поэтому ее называют Хара. Но Хара в звательном падеже выглядит как Харе, то есть это переводится как Хе Шимати Радики. Кришна значит все привлекающие. Им привлекаются все живые существа. Тот, кто привлекает абсолютно всех. Кришна значит привлекает всех, а Нна значит, что он разрушает все неблагоприятное и дарует нам премию. С помощью своей према Мадвури он привлекает всех живых существ. И также он освобождает нас от материальных желаний и привязанностей. И в это же самое время он дарует нам премию, поэтому его имя Кришна. Поэтому мы должны повторять оба имя. Но некоторые люди говорят, что мы должны начинать Махамантру с Харе Рама. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Харе. Но в шестрах нет доказательства этому. Беса Дева, он пишет в своей книге, что Махамантра в Харе Югу является Харе Кришна. В каждой Югу есть разные мантры, но мантра в Харе Югу это Харе Кришна, Махамантра. Беса Дева, он написал в книге очень четко, и мы должны принять это, что это особая мантра, она предназначена для Харе Юги. Но некоторые люди, они говорят, что Махамантра называется Харе Рама. То есть сначала приходит Рама, потом приходит Кришна, но на самом деле это неверная концепция. Они сначала говорят, что пришел Харе, потом Рама, потом Кришна. Но эта концепция неверная. Итак, мы должны быть преданы нашему, Шикша Гуру и Дикша Гуру. И однажды Шимати Радика сказала, Хешука, отправься в материальный мир. Люди в материальном мире так страдают. Кто-нибудь счастлив в этом мире? Поднимите, пожалуйста, руку. Имя этого мира Дуния. Что? Дуния – это место страдания. Дум значит Дука, страдания. Стресс. Все в этом мире, они несчастливы. Кто-нибудь в этом мире счастлив? Скажите мне. Возможно, да. Иногда вы получаете какое-то небольшое счастье. Но через некоторое время опять приходит несчастье, несчастье, несчастье и несчастье. Бедный человек скажет, тот, кто богатый, он счастлив. А богатый скажет, что кто очень богатый, он счастлив. Очень богатый скажет, что король счастлив. А король скажет, что Индра счастлив. Индра — это царь сварки русских планет. А он скажет, нет, Брахма счастлив. А Брахма скажет, а я тоже не счастлив. А кто же счастлив? Тот, кто повторяет святое имя. Тот, кто повторяет святое имя. Они счастливы. Повторяйте святое имя и будьте счастливы. Это слоган Гаудиамадха. Знаете, у некоторых политиков есть также слоганы. А у Гаудиамадха тоже есть свой слоган. Это повторяйте святое имя и будьте счастливы. Возвращаемся к Харикатхе. Шимати Радика, она сказала, «Хэшук, отправься в материальный мир и проповедуй там Харикатху». Потому что люди в материальном мире очень несчастны. Как же освободиться от этих страданий? Только лишь повествуя, проповедуя Харикатху, Бхагават Катху, это говорит сама Шимати Радика. Тогда попугайчик сказал, «Хэй, Городей, идти в материальный мир. Майя, она же схватит меня. Частри объясняют, это правда, что даже освобожденная личность может быть связана Майей. Майя будет пытаться схватить даже освобожденную душу в этом материальном мире. И он не хотел приходить в материальный мир. Но тогда Шимати Радика сказала, «Ошук, ты должен следовать наставлениям Гуру без колебаний. истинный ученик, он должен следовать наставлениям Гуру. Сделай или умри. Отправь себя в материальный мир и проповедуй Бхагават Катху». И в то время Шимати Радика она сама сказала, «Хэй, Шук, Мои благословения всегда с тобой. Моя рука, она над твоей головой. Майя, она никогда не тронет тебя». Гуру Пада Павдама дает благословения своей рукой. И тогда Майя, она не сможет тронуть такую личность. Шукадая Гасану Павдама «Он сказал, получив богословенящую матератику, приняв на веру ее слова, получив ее благословение». Получив я богословение, наставлением своего гуру. Я буду проповедовать Катху моего гуру. Настя, вы приходите из духовного мира в материальный мир. Должны принять прибежу у матери и отца. мы знаем, что птица принимает рождение из яйца. Это была зима Амарнат. Все было в снегу. И в этом месте Шива и Парвати, они обсуждали Хри Катху. Деви Парвати, она слушала Бхагават Катху от Шивы. Это называется Амар Катха. Бхагават Катха это Амар Катха. И Шива рассказывал Амар Катху Парвати в этом же самом месте на ветке дерева, под которым сидели Шива и Парвати в гнезде из яйца вылупился этот маленький попугайчик. И мама его попугай она полетела чтобы найти ему какую-нибудь пищу. И он сидел там один в гнезде. И тогда начал дуть ветер. и он выпал выпал из гнезда. И он упал как раз в том месте где Махадев рассказывал Амар Катху Парвати. Но было очень холодно и ветер был также очень холодным все было в снегу. Он пал в холодное место но услышав Багават Катху от Шивы он уже был практически умер но услышав эту Катху жизнь вернулась к нему. Когда Шива рассказывал Катху в этот момент Деви Парвати она почувствовала сонливость. Эта история очень длинная я расскажу вам ее вкратце. И Шива просил ее чтобы она всегда говорила чтобы он понимал что она слушает. она послушала пять песен Шримад Багават до пятой когда она начала рассказывать пятую песню это была очень сложная тема и поэтому Деви закрыла свои глаза и снова но щука попугайчик вы знаете что попугаи они могут в точности повторить любой звук и этот попугайчик он полностью скопировал сымитировал тот же самый звук и он говорил имитирует имитирует голос парвати и когда Шрим Джонс закончил рассказывать багат катху он понял и осознал что парвати спит он говорит Деви ой прости пожалуйста я заснула и он сказал кто же тогда слышал мою катху я же говорил что я не расскажу свою катху никому кроме тебя кто же услышал ее и Ширджи увидел что там был маленький попугайчик и он сидел на ветке дерева так это этот попугайчик услышал всю катху деда Ширджи он начал гнаться за попугаем Ашик он улетал и он долетел до Бадрика Ашрама там где Веса Девджи был со своей супругой критикой он также рассказывал ей Бхагават катху критика она слушала с огромной жаждой она слышала так внимательно что она открыла даже рот и попугайчик он залетел ей прямо в рот и достиг ее живота и тогда Ширджи когда он пришел в это место он спросил Овеса Девджи ты видел тут птицу птицу какую птицу что случилось Махадеву с каких пор ты охотишься за птицами нет нет я не охочусь за птицами просто одна неквалифицированная личность услышала мою Амар Катху Махадеву скажи скажи мне одну вещь каков же плод слушания твоей Амар Катхи что произойдет если личность услышит Амар Катху Амар значит бессмертный Иширджи сказал что если кто-то услышит ее то он станет бессмертным тогда Веса даже сказал ну если это птица она услышала Катху значит она становится бессмертной как же ты можешь убить ее Иширджи сказал ох да это правда и тогда Ширджи он вернулся обратно и так попугай он находился в животе в битике 16 лет какие-то шансы говорят что 13 лет а некоторые вайшнами говорят что 16 и другие шастры так же говорят про 16 лет так или иначе Ясадева он сказал кто ты там внутри выходи твоя мать она страдает столько лет уже ты там находишься и он ответил нет я не хочу выходить Майя она схватит меня тогда он сказал ясанананананас своям я напрямую проявление нарайаны я даю тебе свое слово что Майя она не тронет тебя но голос исходящий из живота литики Он сказал, нет, я не верю твоим словам. Если только лишь напрямую Господь, он придет сюда, проявится здесь. И если он даст мне свое слово, тогда я поверю. И тогда своя Весадеджи. Тогда своя Мбагаван. Он проявился там и сказал, «Хей, ребенок, находящийся в Лонне, Витике, я даю тебе свое слово. Майя не тронет тебя, выходи из ее живота». Представьте, если вы положите в почву горчичное зерно, и он сказал, что за это время ты должен выйти из Лона Матери. И тогда? А, пока оно коснется, окей, извиняюсь. То есть он бросит его, и пока он не коснется Земли, вот за это время он должен выйти. Тогда он мгновенно вышел из Лона своей Матери. Он был юный, прекрасный, красивый юноша, 16 лет. Его форма была очень красива. Он выглядел невероятно красиво. Он был абсолютно обнаженным. И как только он вышел из Лона своей Матери, он тут же помчался в лес. Шукатрёк Гасампад говорит, «Парикшит Махаража, хэ, парикшит Махараж». Ранее я хотел слиться с нервишащей Абрамой. Поэтому, когда я вышел из Лона своей Матери, я тут же помчался в лес, чтобы Майя не схватила меня. И получив его даршан, все живые существа, животные, птицы, деревья, все они опьянялись премой. И позже Сута Гасвами он говорил, «Котхуушенак Адириши». И он рассказывал ему «Славу Шукатрёвэ Гасвами Пада». Мой Гурдев – это необычная личность. Такой симптом истинного ученика. Истинный ученик, он всегда проставляет своего гуру. Из всех медитаций наивысший является Дьянамулом, гуру Мурти. Своем Бхагаван он сказал, «В первую очередь вы должны поклоняться своему собственному гуру, медитировать на него, гуру Дьян. До поклонения Бхагаван мы кому поклонялись сегодня? Гуру Пада Падми? Из тех пуджи, которые мы совершаем, наивысший является пуджи латусным стопам Гуру Дэна. Макша Мала Гуру Крепам. Истинное освобождение является милостью Гуру. Когда я говорю мукти, это значит достижение лотосного стопа Господа. Это является истинным мукти. И также наши начали объясняют, даже более того, по милости Городева, когда вы осознаете свою собственную вечную духовную форму, свою сварупу, с помощью своего трансцендентного тела вы будете служить в трансцендентной форме Господа. Это настоящее мукти, истинное освобождение. Есть много различных определений мукти. Для того, чтобы освободиться из этого материального мира, освобождение из этого материального мира, также является мукти. Освобождение от болезни, это также освобождение от стресса. Но самой наивысшей из всех мукти является достижение лотосного стопа Господа. С помощью милости Городева вы осознаете свою духовную форму, и в этой духовной форме вы будете задействованы в служении Бхагавана. Это и является наивысшей мукти освобождением. Так, мы возвращаемся к Харикадхе. Мы обсуждали с вами то, что суток из вами пад. Он рассказывал Кадху, еще на Кадди Риши. Когда Шукадев Госвами пад, он побежал в лес. Если Дев, он побежал за ним, и он кричал ему в свет. Хапутра, Хапутра, о мой сын. Но Шукадев Госвами пад даже не оборачивался и бежал вперед в лес. Он сказал охотникам, процитировал два стиха и сказал, В лесу есть один попугай, схватите и принесите его мне. И он рассказал два стиха о прекрасной форме Кришны. И о прекрасных качествах Кришны. В этом материном мире бывает, что человек очень красивый, но у него нет хороших качеств. А бывает, что у него хорошие качества, но у него нет красоты. Но Бхагаван обладает и тем, и другим. Он невероятно красив. И он обладает невероятным количеством наивысших качеств. Его невозможно сравнить ни с кем. Он уникален и неповторим. Его форма невероятно красива. 64 его качества. Своим Бхагаваном. Праджин Дринанды, Ващима, Сунди. В особенности у него есть 4 качества. Особых качеств. Что говорит о том, чтобы кто-то был выше его? Нет даже равного ему. Рупа Мадурия. Его прекрасная форма. Его форму даже невозможно описать словами. Рема Мадурия. Его сладостная любовь. Она также не может быть сравнена ни с кем, ни с чьей любовью. Лила Мадурия. Его удивительные игры. И Вену Мадурия. Его сладостная флейта. Лила Мадурия. Рупа Мадурия. Еще раз. Лила Мадурия. Вену Мадурия. Пряма Мадурия. И Рупа Мадурия. Насколько прекрасны качества Господа. Ив Ясадева. Он произносит два стиха. Шукадева Гасаимпад. Он рассказывает историю собственной жизни. И он говорит. Я хочу слиться с Господом. Но тогда эти два охотника, они рассказали. Ой, отец рассказал эти два стиха охотникам. И когда я услышал их, я тут же оставил свою медитацию на Браму. Позже я расскажу вам больше об этом. Ахоба кием стена калакутам. Он рассказал этот стих. Ахоба кием стена калакутам. Сестра Бакасура Путана. Она пришла в форме матери для того, чтобы убить ребенка с шести дней от роду. И она поместила в свою грудь очень сильный яд. Внешне она выглядела как мать Ахоба кием стена калакутам. Дюгамса значит, что она пришла убить его. Но Бхагаван. Он уничтожил ее тело. Уничтожил тело Путаной. И он отправил ее на Нитя Галоку. И даровал ей положение слуги мамы Ешоды, помощницы ее. Кто может быть более милостивым, чем сам Кришна? Это также является качеством Бхагавана. И его форма описана в шлоке. Бхагаван. насколько красиво его форма стоит свои трибанга форме его тело согнуто в трех места когда он идет пасти коров со своими друзьями его форма невероятно он кидают взгляды из уголков глаз держит своих руках флейту он ворует сердца гопи и проявляет множество бхав он носит в адженте малу на свои шеи которые преподносит ему гопи он всегда носит желтые одежды держит флейту в своих руках и своими нежными губами он прикасается к флейте и зовет всех играя на флейте прекрасную мелодию и с помощью этой мелодии он заставляет карника это один цветочек иногда он кладет его за одно ухо иногда за другое когда кришна когда были брендавана она была отпечатками на стопах кришны и они все отпечатываются на пыли в риндавана полубоги не совершают арди увидев отпечатки у стопы кришны чем от бакал там говорится брида брида значит брамаджи брамаджи и великие полубоги они поклоняются стопам ши кришны они поклоняются отпечаткам стоп ши кришны когда они видят отпечатки этих стоп они следуют и и начинают предлагать листовые студии поклоняться отпечаткам стопы кришны и Субтитры подогнал «Симон» Я поклоняюсь Адипураша Говинди. Он является верхом человеческого Бога, Господом всех Вселенных, миллионов Вселенных, ни одной Вселенной. Он является бесконечным, бесчисленным количеством Вселенных. Он является Господом всех Вселенных. Праджин Дринандана, Шема Сундара. И когда Он идет по Вринандану, за Ним следует Брама, Индра. И все Боги предлагают Его стопам цветы. Бхагаватам объясняют это. Позже мы обсудим это более подробно. Двенадцатая песня Шема Сунхарбанды. Описывается красота Господу. Витяна. И когда Кришна входит во Вриндаву, и тогда Лианы, они встречают Кришну, приветствуют Его. Так же, как когда истинный Гуру приходит в дом истинного ученика, истинный ученик, он предлагает цветы своему Гуру. Он приветствует Гуру с помощью цветов. Так же Вишнанчиков Артипады нам объясняет, что когда царь, он приходит после битвы, после сражения. С разными странами, когда он возвращается, то его подчиненные, и жители его страны, они все встречают его. Они предлагают 1108 лампадги. Они приветствуют своего царя. И когда Кришна входит во Вриндаву, деревья, они приветствуют Кришну. Они спускают к Нему свою ветвь. И звучит звук раковины. Как происходит этот звук? Просто ветки, они начинают тереться друг от друга, и возникает как будто бы вот этот звук раковины. Когда дудят в раковине, в индийской культуре, звук раковины, он невероятно богоприятный. Улудвани так же, когда в Бенгалию отправится, вы слышите, они делают так... это мангалватик это очень благоприятный звук кто-то смеется но на самом деле шастры объясняют что это очень благоприятный звук и звук раковины и вот этот звук который сейчас девушки произносили так иначе продолжаем к тху махараджа очень много красивых цветов когда я слышал из лотосных устного от сависа дева я услышал только 2 катхи 2 стиха когда я услышал эти два стиха я тут же оставил медитацию на браму и я полностью предался собственно по моего отца и когда он мой отец из своих уст он рассказал мне бахват катху и сейчас эту катху я расскажу тебе что когда вы с вами патта обращается к рикшит махараджу пока вот как она очень слабостно кто не хочет служить на год качка есть только лишь одна личность которая не хочет слушать богат катху только жестокий охотник мясник если какой-нибудь этому в этом стихе приводится доказательство а симан бхагаватам очень четко объясняет это кто не хочет слушать богат катху они тут же оставят свою медитацию на браму как ты понимаешь что этот мир полон страданий они видят что в этом мире нет сути они хотят слиться с брамой даже такие люди как в этой платье если они услышали богат катху они тут же оставят свою медитацию на браму человек он страдает в этом материальном мире и если он услышит бхагават катху он также позаботит все свои страдания страдания этого материального мира не смогут коснуться этой личности и 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 подобной проститутки освобождение подобно пасти тигра так же безвкусно для преданного и не имеет никакой ценности так я рассказал вам вкратце жизнь шукатая госами а и и и и и и а а и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 боролся своей обиды и тогда началась калиюга и поэтому шина кодериша он задает сути госами 6 вопросов сколько вопросов сколько вопросов 6 и ответы на эти вопросы есть я говорил уже вам что бхагаватам вечна она является вечной бхагаван рассказал дукатху лакшми иногда лакшми она также рассказывает бхагават катху разные лекторы разные слушатели но сейчас только то которым мы сейчас обсуждаем она проходила в нами шарайне на берегу реки гомати это объясняет а черри и первый вопрос что когда шина кодериш спросил суту госвами скажи пожалуйста что является наивысшим благом для всех живых существ что является наивысшим благом для живых существ это был первый вопрос который задал шоу на кодериши пожалуйста скажи мне что является наивысшим благом для всех живых существ вторым вопросом был вопрос как душа может быть счастлива скажи мне пожалуйста что это за истинным счастьем для души и третий вопрос звучал так почему по какой причине кришна проявился из лона деваки пожалуйста расскажи мне об этом четвертый вопрос звучал следующим образом кришна и баварам проявили прекрасные лилы пожалуйста расскажи мне о них пятым вопросом был следующий вопрос лила аватара кодхан и шестым вопросом своем багаван шри хари после того как совершил свои лилы он отправился обратно в свою обитель и в то время дарма приняла чье прибежище пожалуйста скажите мне как сутагасвами он ответил на эти шесть вопросов в первой песне ответ на четыре первых вопроса а два оставшиеся вопроса они описаны в последующей главе песни извиняюсь лома харшан лома харшан сут он ученик он ученик и также сын сутагасвами лома харшан он проповедовал рассказывал пуран он не рассказывал бхагава тхаре он когда бхагава прабху когда он пришел в собрание он не встал не отдал ему свое почтение не оказал своего почтения бхагава тхаттва это гуру тхаттва бхагава тхаттва гуру тхаттва Гурдев пришел, но он не оказал ему почтения, и поэтому Гурдев взял траву куша и отрубил его голову. Представьте, все слушатели, они были изумлены, они были в шоке. Они подумали, от кого же мы теперь будем слушать Хари Катху? И Баладева Прабу. Он взял голову Ламагаршина и поставил ее на асану. А, и из его сердца тут же проявился сын Ламагаршина. С помощью Саданной Баджи, можем ли мы достигнуть Господа или нет, еще можно задаться этим вопросом. Но если мы получим милость Гуру, Гуру Криппа Кивала, только по милости Гуру, можем достичь Господа. Мы должны сосредоточиться на том, как получить милость Гуру. Времени очень мало, поэтому я расскажу вам все вкратце. У меня нет возможности в деталях рассказать вам о Гурататве. Наши Ачари, они очень красиво рассказывают Хари Катху на эту тему. Если Шри Хари, Бхагаван, он взял на вас, если он недоволен вами, то тогда Гуру, он может защитить вас. Гуру Руштельна Качча, но если Гуру, он недоволен вами, тогда даже Шри Хари, он не сможет защитить вас. И наивысшая целью является следующее. Как же я могу удовлетворить своего Гуру? Нашей главной целью является удовлетворить Гуру Дева. Это единственная цель. Гуру Дева говорит, что я пришел в этот мир только для того, чтобы удовлетворить своего Гуру, Шимати Радику. Гуру Дева говорит, что я был в том собрании. Вешу Катхеева Госвами Патр рассказывал Катху Парикшит Махараджу. Я напрямую услышал эту Катху. В первую очередь, вы должны слушать Харикатху из зодостных уст Гуру Дева. Гуру значит Дикша Гуру и Шикша Гуру. Пожалуйста, не принимайте мои оскорбления. Когда я говорю Гуру, я имею в виду Дикша Гуру и Шикша Гуру. Дикша Гуру один, а Шикша Гуру их мама. И Шикша Гуру объясняет. Сначала вы должны услышать Харикатху из зодостных уст Гуру. Тогда вы почувствуете, вот это что-то особое. Что я это услышал от Гуру Дева. Что-то очень конфиденциальное. И Шикша Гасвами Пад. Он говорит это Шонакадирише. Что услышал от Гуру, ты почувствуешь что-то сокровенное. Что-то услышал это имя из зодостных уст Гуру. И Шикша Гасвами рассказывает Бхагаватхадху Шонакадирише. Он рассказывает, что произошло на Катхе, когда Шикша Гуру Гасвами Пад рассказывал ее Парикшиту Махараджу. И поэтому говорят Сута Ватча. Шонакадирише. Шонакадирише. Шикша Гасвами Пад. И первый ответ очень простой. Что является наивысшим благом для всех живых существ? Это совершать Харибахти. Мы получили человеческое тело. Шастры объясняют в Хадном Пуране. Это не так просто получить человеческое тело. 300 тысяч бактерий в воде. Миллионы птиц. Шесть миллионов. И животных. Как же мы получили это человеческое тело? Сначала мы рождались тысячи и тысячи раз с различными маленькими насекомыми в воде, рыбами. Так много живых существ в воде. Разные виды рыб. Два миллиона различных видов растений. Знаете, есть такие насекомые, червячки. Сколько их? Один миллион сто тысяч. Один миллион видов птиц. 3 миллиона животных, собак, коров, лягушек. И 400 тысяч всего живых существ в человеческих воде. Представьте, сколько животных. 200 тысяч. А, извиняюсь. И среди людей из них 200 тысяч всего лишь подобные животным. Пожалуйста, не обижайтесь. Я сейчас говорю о себе в первую очередь. Многие люди на самом деле подобные животным. Те, кто рождаются в джунглях, в Африке. Вы знаете? Есть, есть, есть. Они даже едят друг друга. Они называют себя людьми. Да, у них есть две руки и две ноги. Но их поведение, оно подобно животным. Они едят людей. Они живут, как животные. По милости, Бхагавана. По милости, Гуру Дева. Человек может обрести общение с Гуру, с Ваичнавами. Сейчас мы пытаемся стать всего лишь людьми. Кто такой Мана? Кто такой человек? Это недостаточно просто иметь две руки и две ноги для того, чтобы называться человеком. Мануши. Это тот, кто совершает Бхагават Бхаджан. И те, кто не занимается духовной практикой Бхаджаном, их нельзя назвать человеком, людьми. Они подобны животным. Времени очень мало. Мы не будем застрять на этом сильное внимание. А те, кто совершает Бхаджан, они подобны полу-богам. Они даже выше, чем люди. Итак, что же является наивысшей шреей, главой? Это совершение Бхагават Бхаджана. Итак, шестры объясняют. Деревья и другие рыси. Они пьют воду с помощью своих корней. И находятся в стоячем положении. Вы что, думаете, они не дышат? Они также дышат. Но они не способны совершать Бхагават Бхаджан. И те люди, которые не занимаются Бхагават Бхаджаном, они подобны растениям, деревьям. Они стоят на одном месте. И Господь говорит, я дал тебе прекрасное, красивое тело, для того, чтобы ты занимался моим Бхаджаном. Я дал тебе ноги для чего? Для того, чтобы ты совершал парикрам в моей дхаме, чтобы ты совершал парикрам вокруг туласи. Вы знаете, на воде по даму, в риндау на даму. Господь дал вам прекрасные ноги. Чтобы вы делали парикрам, хотя бы делайте парикрам в храме. Если вы не можете отправиться в дхаму, вы также можете сделать храм в своем собственном доме. И ваш дом не должен быть в подобной крематуре. Те, кто едят рыбу и животных, едят мясо, их дом подобен к крематорию или к кладбищу. Что вы думаете, чистый такой дом или нечистый? Ответ очевиден. И поэтому шастры объясняют, вы не должны есть нечистую пищу. Вы должны держать свой дом в чистоте. И поэтому шрея лишь одна. Единственным благоприятным для живых существ является совершать баджи. Саддан и баджи. Второй вопрос звучит следующим образом. Как Господь и Душа могут быть удовлетворены? Савай пум сап паро дхармо. Если вы совершаете баджи в Шихари, если вы служите Господу, эта Душа, она будет счастлива, и Господь также будет счастлив. Все живые существа имеют наивысшую, единственную цель в служении и поклонении Шихари. Поклонение Бхагавану Шихари, в служении Ему. Ахайтуки, апрати, хата. Как же служить Ему? Безпричинно. Если вы совершаете баджи по какой-то причине, то вы не достигнете успеха. Это должно быть беспричинно, естественно. А пройти хата. Непрерывно. Знаете, как течет мед из туры? Если вы будете лить мед из какого-то кувшина, то вы увидите, что его струя, она непрерывна. Таким же образом. Бхагават Бхаджин должен быть таким же, а пройти хата непрерывно. Ахайтуки, апрати, хата. Итак, третий вопрос. Почему же Сваян Бхагаван Кришна проявляется из ланой деваки как сына Васудева? Двенадцатой песни объясняется это. По какой причине если Дева Бхагаван проявился из луна, Двенадцатой песни? Двенадцатой песни, потому что Сладостные игры Кришна и Баларама, они проявились в этом мире и проявили также свои лилы. Итак, пятый вопрос был. Пожалуйста, опиши мне лилы аватары Господа. Господа, так много аватар. Пожалуйста, расскажи мне какой-нибудь аватар Акадху. И шестой вопрос. В своем Бхагаване Шихари, когда он отправился в свою собственную обитель, Дарма приняла чье прибежище? Пожалуйста, расскажи мне об этом. Итак, Сила Сутагасвами, он описывает эту Акадху удивительно прекрасным образом. Элла рассказывает, что Акадху шау на Акадирише. Парикшит Маарад. Он рассказал все истории о Кришне, и он рассказал о том, какое влияние оказывали Махараджи в югу. Парикшит Махараджа, он собрал вместе множество различных риши, и Шринги, он проклял Парикшита Махараджа. Потому что тот поместил змею на его отца, и он сказал, что через семь дней он умрет. И после этого Сан-Криши в своей медитации он увидел, что змею поместил ему на шее Парикшит Махараджа, царь этой страны. Было очень жарко, и в то время он сидел с вашими и медитировал, и я не напоил его. И поэтому он разгневался, и надел на риши змею. В тот момент риши пришел в собрание Парикшита Махараджа и рассказал все это. И он сказал, о царь, мой сын Шринги, он проклял тебя, и через семь дней ты умрешь. Так, сейчас змея Такшик, она приползнет и укусит тебя. И услышит в этом Парикшит Махараджа, что же я обрадовался. Если вы бы услышали, что вы умрете, скоро вы перестали бы пить, есть, вы были бы в таком шоке и стрессе. Но Парикшит Махараджа подумал, о, и так удашь, и у меня есть еще семь дней жизни. Потому что сын Сами Гриши сказал, что Шринги Гриши, он проклял тебя. И через семь дней ядовитая змея Такшик приползет и укусит тебя. И таким образом ты умрешь. Парикшит Махараджа сказал, что я так удача, у меня есть семь дней жизни. У кого-нибудь из вас есть гарантия, что еще семь дней вы проживете на этой земле? Хорошо, я расскажу вам одну историю. Каждый год у нас уже традиция, что кто-нибудь во время наудива Парикрама умирает. Это уже стало просто традицией, что кто-нибудь умирает в обязательном время наудива Парикрама. Итак, в начале Парикрама... Человек совершал санкальпу, первый день Парикрама. Я не видел, но этот человек стоял немножко подаль, напротив моей комнаты. Он принял омовение и оставил тело. И также в конце Парикрама также один человек оставил тело. Когда мы... Тот день, когда мы отправились в Мамгачи, последний день. Обычно в последний день мы отправляемся в Мамгачи. Муж и жена, они приехали на Парикраму. Делали от Киртана или нет? И кто-то ответил. Люди думают, что те, кто очень красиво поют по нотам, знают ритм, хорошие, красивые мелодии поют. Вы думаете, ох, вот это вот Киртана. А что, красивая Кадха, прекрасная Кадха, которая рассказывала Гордеев, это что им Киртан? Это тоже Киртан. Итак, Гордеев объяснил, что Харикатха также является Киртаном. Слушать, прославлять, памятовать качество, его прекрасную форму, Господа. Это все является Киртаном. Киртаном. Гордеев объяснил, что Харикатха. Гордеев объяснил, что Харикатха. Гордеев объяснил. Должны жить во Врадже. Если невозможно физически находиться во Врадже, тогда своим умом вы должны находиться там. Слушать Господа, прославлять их, повторять Святое Имя Господа. Харикатха, 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 Харикатха. С первой песни по девятую объясняется самбанда татва. Шмадпакватва описывает три татвы. Самбанда татва, Абидея татва и Прайоджина татва. С первой песни по девятую описывается самбанда татва. Самоотношение с Господом. А одиннадцатая, двенадцатая песня описывает Абидея татва и Прайоджина татвы. Абидея татва — это процесс, как вы можете достичь своей цели. И об этом говорит одиннадцатая песня. И своих лотосных уст. Он говорит наставление Удалу. Это одиннадцатая песня. Это называется Удаласамбат. Есть Удаласандеш и Удаласамбат. Своямбагаван Шри Хари, Шри Кришна, он дает очень важное, удивительное наставление Удалу. Это все описывается в одиннадцатой песне Шри Мадбхагават. И Прайоджина, наша цель описывается в двенадцатой песне Шри Мадбхагават. И так, Шри Кадайва Гасвами Пат, он и сказал прекрасным Катху. И Сута Гасвами Пат, все, что он услышал от Шри Кадайва Гасвами Пата, он рассказал это все о Шонакадирише. Это просто невозможно описать всю Катху за семь дней. И так или иначе я вкратце расскажу вам самую важную Катху и постараюсь прославить самую важную Катху. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...иногда описывается пять или шесть татв. Но Шри Мадбхагават там описывает десять татв. Время очень мало, эта катха очень прекрасна, но времени совсем мало, чтобы описать это все в деталях. Да, с этой песней также. Также Бхатова объясняется, как живые существования рождаются, и когда они находятся в лоне матери, как живо страдает там, сколько много боли она чувствует. И своя Бхагаванда Капиладева, он дает прекрасное представление своей матери Девахути. Всегда находись со святыми. Бхагаванда Капиладева, он говорит своей собственной матери Девахути эту катху. Всегда находись в обществе святых. Только они могут защитить нас. Есть саду и асаду. Тот, кто обладает божественными качествами, саду, и тот, кто обладает демоническими качествами, асаду. Этот шлок также упоминается в Падмакуране и Бхагавадгите. Они практически одинаковые, эти стихи из Падмакураны и Бхагавадгиты. В 16 главе Бхагавадгиты. Там говорится о том, что есть два вида людей с божественными качествами и с качествами демонов. Те, кто являются преданными Господу, их называют Девами, полубогами. А те, кто являются не преданными, их называют демонами. Есть два всего лишь вида людей в этом мире – преданные и демоны. Демоны, они являются противоположностью полубогов. Он говорит о том, что необходимо общаться с саду. Саду – это те, кто поклоняется Господу, те, кто следует Бхакти. Есть много различных видов саду. Это правда. Я не критикую никого. Не нужно критиковать никаких саду. Не критикуйте никого. Никогда. Все джипы, они следуют своему адхикару. И чем больше анивертет квалификации, тем быстрее они могут расти. Допустим, кто-то кармит саду, кто-то гьяни саду, кто-то йоги саду. Бхакта-саду. В гите Бхагаван он описывает. А люди с различной природой – садва, раджа, тама, джива, в соответствии со своими возможностями, своей природой, она растет. И чем более квалифицирована личность, тем будет больше возможностей у нее достичь общения со святым. Поэтому не нужно никого критиковать, не надо никого прославлять. Не надо этого делать. Поэтому в Читаем Чиритамрите говорится. Не критикуйте никого, повторяйте святое имя. Не надо никого критиковать, а тогда вы достигнете космоса. В кармит саду идут по пути кармы. Они дают много пожертвований. Какой же плод этого? Плод общения с кармит саду будет достижение сваргалоки. Если вы будете общаться с таким садом, отправитесь на сваргалоку. Но когда ваша пуня закончится, вам снова придется вернуться на эту землю. Даже если вы отправитесь на сваргалоку, вам все равно придется вернуться однажды сюда на эту землю. Но если вы отправитесь в обитель Господа, вам не нужно будет возвращаться сюда. Об этом говорит сам Господь. Тот, кто придет в мою вечную обитель, он никогда больше не вернется в материальный мир. Поэтому, предлагая поклону к кармит саду, мы идем дальше. Далее это гьяни сада. Они хотят достичь гьяна мукти. Дарма артха кама. Три цели. И сейчас прописывают также четвертую цель мукти. Даже за пределом этого есть панчам пурушарта. Пятая. Наивысшая цель Кришна према. Как же достичь панчам пурушарта Кришна према? Мы должны общаться только с чистыми предами, с шутдабхтами. И в этой шлоке говорится. Мы должны слушать нектарные лилы Господа. Все его лилы прекрасные сладости, но браджа лила Кадха она особенная. Постепенно и постепенно вы должны становиться все более и более квалифицированными и достичь лилы браджа. И в этой шлоке говорится сатан пратанка, мамадиды санвирам, мавантевиткарна, расхаянан кафа, таджошанат ааси апабарга бархмани, сатан бхатты reminded him of the shakabh auto. ày итак, сначала в вашем сердце будет садана бхати , затем баубахти и затем према Khath. он рассказывает прекрасно как у своей матери давахути дживы они страдают в этом материальном мире он также описывает это как мы страдаем когда мы находимся в лоне матери все это также описано в этой катхе и далее 4 у него было три сына его одного из сыновей был сын дрова махарадж это очень интересная катха утон пад у него было две жены суммите и сурочи сын суммите был друг друбджи а сын сурочи был уттам он был полностью опьянен своей молодой женой сурочи он был очень она контролировал царя своей красотой и прекрасными качествами сурочи и однажды что произошло сын сурочи у там он также сидел с отцом и природа детей они любят повторять друг за другом и сын сунити дрова он сказал он тоже хотел сесть на колени своего отца но сурочи она наблюдала за этим и она кусала губы тогда она схватила дру и стащила его с колени отца и она сказала ты хочешь сидеть на колени царя если ты хочешь сидеть на колени отца ты должен родиться из моего луна для этого ты должен поклоняться господуший харин дрове было всего лишь пять лет горько плача он ушел из покоя в царя он пришел домой заперся в комнате очень горько плакал и поздно вечера мама искала своего сына она подумала почему же он открывает свою дверь и так иначе в конце концов она открыла дверь и сказала ой сын почему же ты плачешь и дрова все рассказали и она сказала сунити и сунити сказала у нас и то что сказала сурочи это все правда на самом деле на всю цель у всех существ является поклоняющих на не пришли в этот мир для того чтобы совершать хари баджа но мы не поклоняемся господушку и поэтому мы страдаем мы пришли в этот мир для того чтобы совершать хари баджа мы пришли сюда не для того чтобы носить прекрасные одежды нет я говорю не вам на самом деле говорю это в первую очередь себе поэтому пожалуйста простите меня обороняться и совокупляться это не единственная цель человеческой жизнь это также описывается шастер пожалуйста простите меня за мои горькие слова но это правда это выглядит как такая масса лачили массово горькая такая и остро да но я должен говорить правду простите меня я сижу здесь не для того чтобы давать вам наставление но я должен говорить наставление шастер те кто не поклоняется чихари не совершает баджа насады но они подобны животным все живые существа в этом мире едят спят обороняются защищаются все они одинаковы в этом мой сын почему же ты плачешь это правда я что сказала суручи обязанность живого существа совершать баджана сады жизнь твоего отца однажды закончится но если ты будешь сидеть на коленях шихари тогда твоя жизнь увенчается успехом допустим этот трон сегодня она есть на завтра его не будет простите меня еще раз но если вы получите какой-то пост однажды все равно вам придется оставить его это также временно но если вы примете прибежище у лотосный стоп шихари это будет вечным мать должна быть как сулите не дурните мама должна быть как суннити должен следовать всем наставлениям священных писаний поклоняться господу идеальной матерью кто является нашим наивысшим матерью отцом истинным матерью отцом те кто дают нам прямо бхакти те кто дают нам истинное наставление и она сказал суннити сказал о мой сын это правда ты должен поклоняться бхагавану шихари но гуру не гуру если он не дает должное наставление своему ученику и друг не настоящий друг если он также не дает хорошие сайты своему другу если кто-то как дурят и шакуни вы слышите обычно такие слова мой дядя вот дорогой дядя мой соседик они оба нехорошие ну простите я говорю уже как есть мой племянник извините и те кто направляет нас на то чтобы мы совершали бажан и садина те являются нашими истинными отцом и матерью во сколько должно быть арати скажите пожалуйста хорошо в течение 10 минут я закончу так он дошел до мотворы рядом с ямуны дурвагат дурвагат где он принял вовение нему на вдохновение господу он встретил истинного гуру народа риш и тот дал ему мантру какую мантру он намного боговатые васю девая так друма гараж а все вышел тяжелые эскиз Каждый месяц он оставлял по одной вещи, Бхагават им описывает. Сначала он ел один месяц только листья, затем он перестал есть даже листья, затем он пил только воду, затем он только дышал, затем он даже перестал дышать. И тогда Бхагаван, он проявился перед ним в том месте, где Дрого совершал свои аскезы. Бхагаван, он пришел и дал напоминание ему свой даршин, он проявился в четырехрукой форме, с шанка, чакра, гады, падма. Когда он получил даршин Господа, он чувствовал такое счастье, и тогда Господь сказал, проси благословения у Дрого. И Дрого ответил, о Прабу, я искал осколки стекла, но сейчас я обрел твои лотосные стопы, которые редки даже для полубогов. Прабу, я так удовлетворен, я больше ничего не хочу. Прабу, я искал осколки стекла, но сейчас я искал осколки стекла, но сейчас я искал осколки стекла. Дрого сказал, Беласи. Я хотел сидеть на коленях моего отца, полубогов. Ты милостиво даровала мне, даршин свои лотосные стопы. Все в этом мире будет временным. И это лишь страдания. Даже в начале, если мы чувствуем счастье, но в конце концов мы почувствуем несчастье. Все в этом мире, жена, ребенок, деньги, все в конце концов принесет вам несчастье. Попростите меня, но это такие тяжелые аскезы. Ты совершал баджан с определенными желаниями, поэтому я должен что-то дать тебе. Если вы поклоняетесь Господу с какими-то желаниями, Господь также исполнит эти желания. Но когда вы достигаете Господа, все желания, они разрушаются. Если вы поклоняетесь Бхагавану с какими-то желаниями, тогда Господь, Он исполнит эти желания. И тогда Бхагаван постепенно заберет у вас все желания. И Он даст вам наивысшую божественную любовь. Вы должны совершать баджан и поклоняться Господу Шри Хари. Такое учение. Но другой сказал, я ничего не хочу. И Бхагаван сказал, нет, я хочу дать тебе в течение 13 тысяч 36 тысяч лет ты будешь править царством. У тебя не будет никаких препятствий. Затем ты откроешься к другому. Все препятствия были уничтожены для друга. Представьте, 36 тысяч. Нет, Он был царем без каких-то препятствий. И после этого... Тот, кто рождается в этом мире, также должен умереть. Этот мир называется Мриджагат. Если вы приходите в этот мир, пусть все равно должны будете оставить тело. И божество смерти придет за тобой. И также оно пришло за другой. И он сказал, подождите немного. Сейчас я дочитаю свою гетри мантру и тогда мы пойдем. И что это за место для друга? Друга Лока. И также на севере до сих пор на небе можно видеть Друга Локу. И когда он дочитал свои мантры, Друга тут же оставил материальное тело и отправился на Друга Локу. И в чем же смысл? Мы должны поклоняться Господу Шихари. Простите меня, но если вы поклоняетесь полубогам, вы так или иначе будете чувствовать некое несчастье и недовлетворенность. Но если вы будете поклоняться Боговам Шихари, Господу Шихришне, да, вы напрямую достигнете обители Господа. И вы обретете истинное счастье. И то, что полубоги дают вам, на самом деле они берут это все от Кришны и затем дают это вам. На самом деле у полубогов нет ничего, чтобы дать независимое это вам. Простите меня, пожалуйста, но это так, это описано в Священных Писаниях. Допустим, Ганиш, он ничего не может независимо дать вам. Если он что-то и дает, он берет это от Господа Шихари, он берет это у Говинды и дает это людям. Не лучше ли просто поклоняться Господу Шихришне? Поэтому все должны поклоняться Господу Шихари. Есть много другой катхи. Я вкратце рассказала вам много различных тем, но завтра мы обязательно продолжим. Бали Махараджи Джамил. Я хочу рассказать вам этой истории славу святого имени. И также в Ритрасур. Я также вам расскажу ее. И затем в седьмой песне рассказывается история про Али Махараджи Нарисимхадеви. Я также вам расскажу ее. И в восьмой песне также обсуждается катха Бали Махараджи и Иван Манадеви. Все это мы обсудим. Позже, до следующей катхе. Субтитры создавал DimaTorzok